Доброе утро, мои дорогие друзья! Иду в церковь. Вот такая вот она у нас красивая. Честно говоря, записываю и не вижу совершенно. Солнышко светит в глаза, не вижу ничего. Улица Суворова. Красивая пешеходная улица. Ратуша наша. Когда фестиваль, здесь стоят художники с картинами. Ну, а я иду. Я иду в церковь. Надеюсь, что хоть что-нибудь будет видно, будет что-нибудь записано. Потому что посмотреть в камеру ничего не видно. Темно. Возле церкви всегда сидят мужики. Попрошайки. Пьяницы. Я никогда таким не даю денег. Вот. О, красавчики такие. Вот. Не знаю, можно ли там снимать с церкви или нет, но, во всяком случае, выключу пока. Я поставила свечечку и молюсь святому Николаю, чудотворцу. Красивую у нас церковь. Очень красивая. Вот такая вот. По вышлой церкви решила пройтись немножко по этой вот улице, по Толстого, зайти в Приорбанк, узнать про свою карточку. Что будет, если вдруг у меня там заказ есть на Алиэкспресс, а он вдруг не придет и будут возвращать деньги. Что тогда будет, если у меня карточку эту сдам? Вот. Здесь вот у нас адвокаты. Вот. Когда я первый раз ходила разводиться, я сюда ходила, писала заявления. Оказывается, можно совершенно не ходить к ним, а самой написать. Я написала, девочки. Написала заявление, все сделала. Здесь вон кофешки такие. Но сейчас совершенно народ никуда не ходит. И тишина такая вот. Тишина на улице. Ну, сегодня вообще, сегодня понедельник. Такой день, когда народ на работе. И по улицам практически никто не ходит. Вот меня понесло сегодня, потому что я решила сделать себе выходной. За эти несколько дней я очень устала. В принципе, там почти все уже убрала. Но иду, конечно, рука трясется. Так что уже простить. Как есть. Кому не нравится, выключите. Потому что как я могу идти? Рука у меня дрожит. Я держу телефон просто так. Без селфи-палки. Ну, и на селфи-палке, я думаю, что тоже. Вот я пришла в Приорбанк. Я, конечно, закрываю. Туда нельзя заходить. Все, вышла. Я из этого самого. Ну, что узнала в Приорбанке? То, что знала. Сначала, правда, мне сказали, карточку, значит, сделают за 3 рубля 50 копеек. И каждый месяц платить так. Это получится, что? 10, 35 рублей. И еще 2 месяца 7 рублей. Это сумасшедшая сумма за карточку. Я говорю, простите. А я звонила, узнавала. Мне сказали, за 15 рублей на 4 года. Да, давайте такую закажем. Не, хитрый какой. Зайцы, нет сил. Подешевле не предлагают. Предлагают сразу. Бог знает, за какое хорошо, что я-то сразу отказалась. Я говорю, нет. Давайте я подожду до конца месяца. У меня еще есть деньги на этой карточке. Там копейки какие-то. Вот. И мало ли что, мне возврат, может, придет. С Алиэкспресс. Она говорит, неважно, если это самое. Все равно это будет на ваш счет. Вот, придет. Поэтому вы за это не волнуйтесь. Деньги никакие не пропадут. Если вдруг вам вернется что-то. Так, что это у нас здесь? А здесь у нас магазин Марк. Интересно, он работает или нет? Ну, а вон окна открыты. Значит, наверное, работает. А там он еще и браво. Кто тут ходит, интересно, по этим улицам? Ну, вот я. Ну, вот я сейчас иду. Вот. А вот здесь, между прочим, была бухгалтерская школа раньше. Не знаю, есть ли она сейчас или нет. Я в ней училась. Я ее заканчивала. Эту бухгалтерскую школу. Бухгалтером не работала. Пришла на завод, поработала месяц, посмотрела. Говорю, нет, это не мое. Бумажная волокита, это не мое. Не люблю я. Счеты по счету, ничего я такое не люблю. Так, а что это там написано? Так, свадебный. Ясно. То, что нам не надо. А вот вторая церковь, девочки, которая на горе у нас стоит. Красивая, красивая такая церковь. Я иду прямо к речке. Иду тихонечко, тихонечко. Прогулочным шагом. Бежать мне некуда. Торопиться мне некуда. В церковь я сходила. Святому Николаю Чудотворцу. Помолилась. Очень хочу, чтобы он меня услышал. Там вот тоже. Снизу церковь. Вот в той церкви снизу я никогда не была. Вот то, что сверху. Летом я всегда туда заглядываю. Особенно, когда у нас фестиваль. Мы по этим улицам гуляем. И всегда обязательно в церковь заходим. Купить свечи, поставить. Я не могу сказать, девочки, что я уже такой вот... Как-то выразиться. Все вот... Рьяный такой... Любитель ходить в церковь. Но иногда вот просто душа просит. О, какой... Смотрите, какой Лёва красивый. И там красота. Я пришла к речке. Я пришла к речке. Красивая церковь. Вот такая вот длинная-длинная лестница. Я туда не пойду. Не-не-не. По этим ступенькам никаких сил не хватит. А вот. Ну и назад, я думаю, что я тоже не пойду. Какие-то арки интересные такие. Здесь, между прочим, вот когда-то стоял ещё дом. Вот на этом месте, на пустом, стоял дом. И здесь жила папина сестра. Такой дом был. Лестница тоже была такая крутая, деревянная лестница. В комнатке такие страшные квартирки были. Потом это всё снесли, им дали квартиры. Но куда мне, девочки, пойти? Куда? Если я пойду туда, это вот театр у нас. Это вот театр. Так, а пишет у меня что-нибудь или нет? Пишет. А там речка, спуск к речке. И там вообще-то должна была стоять... Так, пойдёмте посмотрим хотя бы сверху. Так, машина меня тут не задавит. А то они тут... Тут же не дорога, но всё равно они ездят. Вот. Рыбка должна стоять. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Есть там рыбка? Похоже, есть. Похоже, она стоит. Рыбка там. Так. Да, вот там, далеко-далеко. Внизу стоит рыбка. Вот. Какие пороги сделаны туда. Вода водичка течёт. Что это за здание? Не знаю тоже. Тоже не знаю. В прошлый раз гуляли здесь, но вниз мы не спустились. Мы и так много находили. А это что, рыбаки там стоят, что ли? Точно с удочками рыбку ловят. Рыбку ловят. Ну что, а я, наверное, пойду вверх. Пойду я туда. Вот так кругом обойду. Или, может, мне возле театра на автобус сесть и проехать до магазина. Что это мне делать? Вот, ну, не знаю, девочки, что мне делать. Я хочу пирожное. Я хочу мороженое. Вот хочу я сегодня себя побаловать. Не только вот таким вот отдыхом по прекрасной улице, по солнышку, по теплу. Знаете, мне даже жарко. Вот я в белой куртке, хотя одела под низ майку с коротким рукавом, и все у меня, все равно мне жарко. Посмотрите, какие, сколько замков здесь. Когда моя Аришка замуж выходила, мы тоже сюда приезжали. И тоже где-то есть их замочек. Ой, мотает как. Мотает ветер. Чехол от телефона. И Костя Аришку вот с того конца, от того льва нес на руках до конца моста этого. И они прицепили замочек. Ну, видите, есть замочки такие ржавые, уже ржавые, а есть вот новенькие. Кто-то, кто-то новенький расписывался и цеплял замочек. Вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот бывает. Когда я замуж выходила, такого еще не было. Такого еще не было. Мы только цветы возлагали на площади Ленина к памятнику. К памятнику Ленина возлагали цветы. Вот. И все, и всего лишь. А потом уже построили площадь Победы, стали молодежь туда ходить цветы и возлагать. А потом уже вот начали замки вешать. О, а тут вообще, вот смотрите, сколько замков. Они снимают, так они и висят. Так они и висят здесь. Все. Прошла я целый мост. По-моему, он пушкинский называется. Там он памятник Пушкину. Раз в год тут гуляю. Раз в год. Только когда фестиваль. Потому что здесь палатки стоят. Но дело в том, что уже в прошлом году я и не гуляла. все одно и то же. Все. Все только наше белорусское. Что ходить смотреть. Когда приезжали к нам россияне приезжались, украинцы приезжали, латыши приезжали со своими товарами. Вот тогда было очень-очень интересно походить, посмотреть, что-то приобрести. Я обычно ходила, смотрела камушки, какие-то украшения. очень люблю сделанные фигурки из стекла. Фу, девочки, что-то мне уже жарко стало. И посидеть-то где? Где посидеть? Пойти вон туда на лавочку посидеть? Что ли? Торопиться-то мне некуда, правда? Ну что, дотопала. Я сюда. Смотрите, какое интересное дерево. Интересно, это его так обрезали, похоже на березу. Почему она такая? Как Ива плакучая. А может, это Ива? Не знаю, не знаю. И вот такие красивые здесь лавочки. Так, можно посидеть, правда? Можно, можно посидеть. Театральное кафе. Не знаю, работает оно или не работает. Теперь... Ой! Сейчас я отключусь и сфотографирую себя. Присела на лавочку, пофотографировалась. Хорошо, что взяла селфи-палку, хоть старенькую, старенькую, самую мою первую, которую я заказывала. Все остальные девочки их переломало. Переломало селфи-палки, штативы. Осталось только такой домашний. Вот жду, не дождусь, когда у меня с Алиэкспресс придет. Где-то застрял. Где-то в Минске застрял. Ветерок поднялся. С утра ветра не было. Была очень хорошая погода. Но тепло. Вы знаете, тепло. И даже вот куртка мне мешает. Но не раздеться же и не идти в одной майке. Вот хорошо, что взяла очки, потому что жмурюсь. А если жмуришься, морщины будут. Хотя их и так достаточно уже. Правда? Куда деться? Куда деться? Девушка присела рядышком на скамеечку. Думала, смотрю, что-то кушает. Я думала, что на мороженое. Думаю, где ж тут можно мороженое купить? А нигде? А нигде рядом не купишь. Это надо в Евроопт идти. А в Евроопт это в ту сторону. А туда это на Кирово за пирожными. А может сюда в Евроопт поближе, правда? Спущусь с горочки. Куплю пирожные и потом уже потопаю домой. Точно так я и сделаю. Погуляла я сегодня. Прекрасно погуляла. Дома тоже встала пока. Убрала на кухне газовую плиту, помыла, помыла раковину, подбила. Он сидит, как всегда. Телевизор, газета с кроссфордами и ля-ля-ля-ля-ля-ля вместе с телевизором. Не знаю. Пять лет отсидел у дочки в деревне. Явно посмотрели моё видео, в котором я говорю, что я собираю документы на развод. и, вероятно, приехал отметиться сюда, что вот он тут. Вот он тут живёт. Не там, а живёт тут. А толку от того, что он тут живёт, если он ничего не делает и высчитывает рубль за проживание. Не знаю, сколько он будет, сколько он выделит за этот месяц. Свету он наматывает, дай бог, сколько. Я теперь компьютер практически мало пользуюсь им. Включила видео, ой, закрывается, видео выложила и на этом всё. Вот. И выключаю и пошла в огород. А он же сидит и палит свет. Но говорит, я тут ничем не пользуюсь. Да, девочки, не знаю. Три месяца ещё ждать надо, ещё три месяца ждать. и что суд решит. Вот что он решит. И кто там будет у меня, женщина или мужчина? Ой, что-то я начала опять о неприятном. Пойдём мы, девочки, в Евроопыт. Пойдём. Дорогие, мои дорогие, хочу извиниться, мои дорогие, что я всё время говорю, девочки, 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 девочки. У меня ведь подписчики есть и мальчики. И всем спасибо. Спасибо всем, кто меня смотрит, кто мне пишет комментарии. Огромное-огромное спасибо и девочкам, и мальчикам. Вот. А здесь, наверное, у нас фонтанчик, только он не работает. Сейчас мы до него дойдём, посмотрим. Дойдём, посмотрим, что у него там внутри. Может, как-нибудь летом вот там женщина с ребёночком сидит. Интересно, откуда она сюда приехала с колясочкой. Да, фонтанчик вот такой. Вот такой вот. Уже тюльбанчики вон высадили. Красиво. Красиво, правда? Красиво, чисто, чудесно. Я пока выключу, потому что через дорогу надо будет тут топать. Может быть, там возле Евроопта что-нибудь поснимаю. Ну, а нет, значит, нет. возле универмага поставили вот такие вот музыкальные инструменты. Смотрите, какая красота. И лавочка. Лавочка-скамеечка с двумя сердечками и рядышком котик. И рядом котик в бархатный животик. Не вижу, записывается у меня или нет. Вот такой вот как-то фей симпатичный. вот и вот так. Вот такая вот скамеечка. Чтобы дома там не раскладываться, покажу, что же я купила в Евроопте. Я купила пирожные вот такие вот рубль девяносто девять пять штук. Взяла майонез маленькую пачку, селедочку вот такую вот вкусную красивую три яблока больших, имбирь, давно я его не покупала, и свои рисовые хлопья, любимые на кашу. Все. Вот так я сегодня прогулялась и по городу, и кое-что прикупила. Сейчас пойдем домой, пойдем беседку, кофе пить с первого снижения.